Пу-пу-пу, дисклеймер. Я сделаю бумажкой, и любая грязь сойдёт не зла. Ура, наконец-то я могу быть бесстежен до пиздец... Последнее слово немыслимое пошлость. Что такое, Монатаро? Вот ты так ошарашено таращишься на тело. Таращишься на тело. Мамочки. Она мамочка? Мам- Маки, по-моему, мамочка, нет? Едва ли, слыша объявление, мы потеряно пялились на Мил. Вернее, на её труп. Это ужасно. Как всё к этому пришло? Мил, почему? Что происходит, когда-то Мил убили? А Гонта тоже не понимает. А Мил будет такой, когда Гонта проснутся. Ну, скорее всего, как я полагаю, это может быть, потому что слишком быстро произошло убийство. Надо же голову как-то ещё потянуть, правильно? Это не настоящий мир, где мы сейчас находимся. То есть мы отправились в мир, который внутри мира. То есть вот этот вот хреновый 3D, это было где-то на третьем уровне, а мы вернулись сейчас типа на второй. На второй мы сразу пропустили, чтобы они об этом не знали. Вот, и на втором уровне сейчас, где она типа мертва, мы будем исследовать, что же такое, что же такое. А потом она такая, ха-ха-ха, и слышно голоса, откуда это? А это бац, и она жива, прикинь? А она снимает с них шлемы. Эй, а что произойти? Как так получится? Ну, очевидно, наступил очередной этап убийственной игры. Убийственной игры? О чём ты? Что-то случится, пока Гонта спать? Мы не спали. Это был не сон. Мы были в виртуальном мире. Эй, а где... Эй, а где Кайто? Верно, ведь Кайто же... И словно по команде... По коридору застучали стремительно приближающиеся шаги, а затем дверь распахнулась. Эй! Эй, что за шумиха? С какого перевогу объявили о... Что? Мил? Ээээ... Какого у вас тут творится? Всё-всё, Кайто закругляемся. Сэна с криками уже закончилась. А кстати, где тебя носило всё это время? Чем-то занят был? Эээ... Да, я... Просто вздремнуть решил. Вздремнуть? Ээээ... Ты спать? Гуанта тоже спать. Видеть странный сон. Ничего не понимать. Я же объяснил. Это был виртуальный мир. Эээ... Так ты вот так сам вышел из программы и побежал дрыхнуть без нашего ведома? Меня внезапно выкинуло. И глазом не моргнул, как оказался здесь. Ты отключил себя не по своей воле? Ага. Я не знал, стоит ли заходить обратно. Так что свалил в свою комнату и уснул. А потом я проснулся от... Нашумевшего на всю комнату объявления о трупе. Так что быстро линулся сюда. Эй, Кайто! А раз уж начал врать, так постарайся выдать что-то более правдоподобное. Подумай. Разве может оживить игру такая ленивая выдумка? Какая нахрен выдумка? Я правда спал? Можно вы двое успокоитесь, ладно? Обсудим, кто что думает позже. Сейчас нам нужно начать расследование. Нужно найти того, кто убил Миу. Хе-хе-хе, Надашичи. Кому, как и не тебе сейчас быть связанным. А наш драгоценный друг склеил ласты. А значит пришло время сиять нашему дорогому детективу. Воспринимай как хочешь, Кайкича. Но не оспорим тот факт, что если мы не вычислим убийцу, нас всех казнят. Я не дам этому случиться. Я найду убийцу. И мы все останемся в живых. Даже если это хайка. А? Че ты там вякнул? Окей! Ну, ну. Все дискуссии в зал сюда, пожалуйста. А сейчас... Та-да! Файл Монакумы. С его помощью вы хоть пизду мило сумеете исследовать. Да. Даже... Даже ее. Ну, вы уж постараетесь. Уверен, ваше усердие сделают эти события как можно увлекательней. Пизда. Он просто это слово говорит и все? Да? Даже без контекста. А знаешь, чему еще пизда? Монетизация. Потому что даже если чуть-чуть послышалось, что мать всю ее нахрен отключает. Папочка, похоже, очень нравится это слово. Мамочка. А ладно, ребят. А давайте сделаем это. Уж в этот раз я точно прижму этого убийцу к стенке. Милу надо было прижимать к стенке, а не убийцу. Да что тебя в этом радует? А чего печалиться? Вы же ненавидели ее. Не так сильно, как меня. Но все же. Не в этом дело. Иногда она, конечно, бывала грубой и раздражающей. Иногда. Никто из нас не желал ей смерти. Мы хотели сбежать вместе. Милу, несомненно, отличалась хамством и неугомонностью. Но уж точно не была плохой. Поверьте, она проводила техобслуживание моего тела, поэтому я точно знаю это. Как бы я хотел сейчас заплакать. Если бы только Милу установила мне эту функцию. А вот как разве тебя не кратнуло бы от этого? Никак нет. Мое тело водонепроницаемое. Нашел время. А Гонто не простите этого. А Гонто никогда не простите. Убийцу тоже, но... Тебя Гонто не простит никогда. А Гонто обещает всех защитить. Так почему Гонто дать Милу умереть? Гонто опять никого не спасти. Никакой Гонто деджентльмен. Я так устал от этого ужасного чувства. Но нужно что-то делать. Я не могу позволить... Шуичи, не бери все на себя. Ты мой напарник. Не забывай об этом. Мы справимся вместе. Если будем работать сообща, то обязательно... А вот уж нетушки. Че? А Шуичи ключевая фигура на классном суде. С чего вдруг нам подпускать главного подозреваемого к работе с таким важным человеком? Подозреваемого? А думаешь, будь я убийца, и Шуичи бы начал покрывать меня? Какая разница? Ты можешь его просто флокнуть и все. Брехня. Не смей его недооценивать. Будь я даже и причастен. Он бы все равно докопался до правды. А, но вспомню суд Каэнек. Он протащил нас через него. Я верю в Шуичи. Хе-хе. Каэто. Хе-хе. А любишь же ты верить в других, а Каэто? Но это доверие может тебе и боком выйти, особенно на убийственной игре. Уладываешь? Твою мать. Не понимаю я, что творится в твоей башке. Совсем не понимаю. Ладно, если тебя это так парит, мы Шуичи по временем с объединением. Но не переживай, это ненадолго. Меня лишь бесит, что этот мудак за словами вообще не следит. И все же, пытайся один с этим разобраться. Восстанови мое доброе имя. Хе-хе-хе. Если только есть, что восстанавливать. Наконец, теперь смотрим улики. Улик нет. Все, давайте классный суд. Не нравится мне это. Чувства будто кокичи намеренно провоцирует Каэто. Однако не думаю, что смогу как-то переубедить его. Уж точно не Каэто. Ладно, сейчас остается лишь одно. Нельзя поддаваться страху. Я не должен теряться. Чтобы всех защитить, нужно что-то предпринять. Мне нужно что-то предпринять. Расследование начинается хорошо. Тогда, подожди, стоп, стоп, стоп. Тогда я сделаю вот так вот. И мы продолжим. Для начала проверю файл Монокумы. Жертва абсолютный запретатель. Мео Ирума. Тело жертвы было найдено в компьютерной комнате на четвертом этаже. Приблизительное время смерти 6.30. Внешние повреждения отсутствуют. Нет повреждений. Убито около 6.30. А че Монокумы еще стоят? Монокабы, точнее. Так она умерла часа назад? Мы тогда все еще были в виртуальном мире. Кокичи, что тебе нужно? А к чему такая настороженность, Шуичи? Я же не мешать тебе пришел. Просто я так ненавижу ложь, что постоянно подозревает других. Какой-то обещал держаться от тебя подальше. Но что-то с натягом я в это верю. Поэтому я решил последить за тобой на случай, если он пытается мешать. Последить за мной? Не пойми превратно. Я не пытаюсь заменить Кайта и стать твоим партнером. Окей? Но помогу, чем смогу. Итак, с чего бы ты хотел начать расследование? Что он замышляет? К чему эта навязчивость? Файл Монокумы 4 получен. Окей, давай посмотрим. Что тут... Ой, куда ты руки свои похабные суешь? Так, VR-шлемы, компьютер. А, ну, благо не так много улик. Спасибо и на том. Так, давай рядом с телом Мью. Нет, это прям тело. Это не то, чтобы прям рядом. Рука Мью сомкнута вокруг шеи. Будто ей не хватало воздуха. Ее испуганные глаза широко распахнуты. Она явно мучилась. Типа, ого, я мучаюсь. Фу, какое страшное лицо. Видать, Мью тяжело пришлось. А вульгарная смерть для вульгарной суки. Как еще прекрати? Это слишком даже для шутки. Почему? Да и смерть-то не вульгарная. Вульгарная это если бы ее насадили на шеств. А ты прав. Нельзя обижать мертвых. Как бы сильно ты их не презирал. Пусть она и была отвратительной и жалкой с первоглоткой. Видимо, Кокичи уже поздно перевоспитывать. Но из-за чего Мью умерла? В файле Монакумы ничего об этом не сказано. Эм, можно скажу. На случай, если эта информация окажется полезной, я бы хотел поделиться с вами ей. Спасибо, я и так догадаюсь. Ее, скорее всего, отравили. Поэтому она такая... И задохнулась. Эм, я первый вышел из программы и увидел Мью. На ней все еще был шлем. А тело застыло в этой ужасной позе. Снять шлем с Мью мне помогла Маки. Она вернулась второй. И вот чем. Мью была мертва. Это признание? В каком смысле? Ясно. Значит, причину смерти еще предстоит установить, что могло принести ей такие страдания. Но вообще, когда ядом травят, там или вены, или сильнее выступает, или кожа чуть-чуть меняет цвет, или язык немного меняет цвет. Что такое? Визуальные подтверждения должны быть. Но, естественно, видимо, осматривать они ее не будут. Этот девайс мы надевали на голову, чтобы войти в виртуальный мир. Из каких-то шлемов уже выдернуты провода. Из каких-то нет. Уверен. И вытаскивали после выхода из программы. А ведь точно, провода. Нужно было подключить два провода из компьютера к соответствующим разъемам на шлеме. Красный для создания, синий для памяти. Если их перепутать... Исчество любопытства. Но что произойдет, если кабели будут подключены неправильно? Хазы. Я такого никогда не делала. Наверное, начнет там как-нибудь глючить, или что-то такое. Может, вы станете овощами, может, поменяетесь с кем-то тела. Никто знает. Заглючит. А ты же не предлагаешь все визоры осматривать, правильно? Мне еще осталось что изучить. А почему так, у Блюцки, камера двигается? Почему она прикреплена не к центру комнаты? Вот сюда я, например, попасть вообще не могу. Это девайс мы надевали... Да-да-да, это то же самое, я так понимаю. Да, это он тоже самое будет говорить. Да-да, просто чуть-чуть другими словами, но все тоже самый текст сказал. И что, с кем нам говорить? Ну, давайте суперкомпьютер посмотрим. Если верить указанному файлу Монакумы времени смерти, Мио была убита, когда мы все еще находились в виртуальном мире. И все, ну, соответственно, улик у нас больше нет, остались только люди. И это сделали специально, чтобы мы прям со всеми сейчас поговорили, правильно? Так, ну давай с самых подозрительных начнем. Это правильно. Шучу. Давай объясню, чтобы не было недопонимания. Объяснишь, что? А ты про то, как ты вышел из программы, чтобы подрывнуть, да? Окей, давайте послушаем. Ах ты. Вранье поощряю. Ловить обманщиков крутейшая часть игры. Вот что-то сказал. Кайто, не обращай на него внимания. Поговори со мной. Так вот, насчет выхода из программы. Я сам ничего не понимаю. Я искал тайну внешнего мира на крыше, и тут подо мной появился круг. Меня раз, и засосало в него. И я глазом не мрагнул, как оказался здесь. Может, убийца, который проходил мимо ногой, зацепил провод, но вряд ли. А все точно так же, как и при выходе с помощью телефона. Только вот, как это произошло на крыше. А что было потом? Ну, все еще торчал в программе, и я не знал, стоит ли возвращаться. Вот и свалил спать себе комнату. Как-никак, к рассвету я знатно вымотался. Разбудило тебя объявление о найденном теле? Да, все так. Я услышал его и бросился сюда. Не помнишь, в каком состоянии была мимо на момент твоего вылета? Не знаю. Я как-то не обратил тогда на это внимания. А что, совсем ничего не заметил? Типа, ее общую дохлость, живость? Сказал же, не знаю. Окей, извиняй. А можно мне тогда просто указать, где именно ты сейчас собрал? Да не вру я. Скажи, Шуичи. Но Шуичи, правда, не терпит ее предвзятостей. Хорошо. Кто с... Да-да, ты первый вышел, да? Давай. Я все думаю, что из себя вообще представляла эта тайна внешнего мира, которую мы искали. И правда, после убийства мио она как-то забылась, но эта тайна осталась неразгаданной. Мы в часовне ничего не нашли, как и вы в особняке, да? Окей. Да, у нас в сумме не ничего. А как и у меня, нагадываюсь, что точно такой же результат у Кайто с гонкой. А зная их, они бы первой же возможности и всем об этом растрезвонили. Ага, еще как. В отличие от тебя. Вау. Шучий, ты слышал? Этот робот хамит мне. Кстати, ты знал, роботам для жизни не нужна теплая кровь, поэтому они такие черствые. Вот наш пылесос и волнует больше тайна внешнего мира, чем бедная мио. Он даже сказал бы, что как бы не хотел, он не может выдавить слез. Разыгрывает имитацию чувств. Клевета. Я просто не хочу, чтобы мы упустили правду. А ты весьма продвинутый робот. Комбинировать дерзости и оправдания не всем дано. Так, хорошо, ну и с кем нам тогда стоит говорить? Ой, ты какой злюк, а садик. Давай с этими полузверями. Эй, монотара, что с тобой творится? Это место плохо влияет на мой желудок. Ты ставишь под угрозу нашу всю... Эм, всю нашу жизнь персонажей-маскотов. Монотара. А с кем мне поговорить, чтобы продолжить игру? Чё вы ещё хотите от меня? Уже всё. Давай ты. А не жарахайся так от меня. Я слежу за Кайта на случай, если он будет пытаться мешать тебе. Не пойми превратно. Я не пытаюсь заменить Кайта и стать твоим партнером. Окей. Но помогу, чем смогу. Итак, с чего бы ты хотел начать расследование? Что он замышляет? К чему это навязчивость? Так, ну давай, не знаю, с маковой булочкой поговорим. Маки склонилась над компьютером, быстро двигая мышкой. Маки, неужели ты в таком разбираешься? Нет, не особо. Просто тут косынка есть, решила сыграть. Тут ещё и программа, которую я никогда не видела. Понятно. Да, пожалуй, не эксперту, и будет тяжело что-то из неё извлечь. Но, мне вот удалось извлечь из неё нековый текстовый файл. Правда, в нём только информация об основных свойствах программы, не более. Ооо, и что там написано? Возьми, прочитай. Да ладно, не хочешь говорить мне? Как хочешь, только расскажи всё, Шуичи. Исходя из файла, в основном симуляторе убийственной игры лежит определённая программа. Некая программа нового мира. Программа нового мира? Хм, не припоминаю такой. А в этом симуляторе объекты не лопаются. Пять основных чувств тела связаны с аватаром, и его нельзя повредить. Но весь урон, нанесён аватару, будет передан телу в реальном мире. Чего? Это сходится с словами миру. Мил, какой? То, что будет передано. Чего? И если аватар получит смертельное повреждение, то и в реальности человек умрёт от шока. Сфигали? Нет, такого Мил не говорила. Я поэтому сделал в прошлый раз как раз-таки акцент на этом. Что, мол, нет, вы не умрёте, пока в игре находитесь от шока. Ооо, вот это что-то новенькое. А ловишь фаталити в виртуальном мире, тебя ловит гроб в реальности. Ну, логично. Раз все чувства подключены, то что мешает передаться той же боли? А так что не вижу в этом ничего удивительного. Только вот встаёт вопрос. Почему Мил отпустил такую важную деталь? Это действительно странно. Как я и говорил, кстати. Не представляю, почему она могла это скрыть. Могла ли быть такая случайность? Раз свойства виртуального мира, тут больше ничего нет. Всё остальное, включая законы физики, соответствует реальности. Никаких телепортов. Угу. Или транспорта там не существует. А и передвигаться можно только с помощью аватара. А блин, ну виртуальный там мир, а можно было бы и добавить телепорты. Почему Катичи так часто в этой главе мелькает? Может, это он убил Мил? Договорился с Малакумой, но это слишком палево. Ну ты шо? Больший файл ничего не описано. Спасибо, Маки. Это была очень полезная информация. А может, мы вообще... А можем ли мы вообще доверять этому файлу? В смысле? А, Маки, претензи не к тебе, а к тому, что файл мог быть изменён. Кто угодно ведь мог просто добавить в него ложную информацию. Только вот, чтобы убедиться в этом, нам явно понадобится помощь компьютерного эксперта. Например, меня. Что? Не мешайся. А никаких мешаний? Я вообще-то хочу помочь вам с расследованием. Помочь с расследованием? Монатар, ты совсем с катушек съехал. Ну, пожалуйста, разрешите мне помочь? Я забыл, что не шарю в компьютерах, так что теперь я в них мастер. Эта логика не имеет никакого смысла. Не, почему, в реальности такое бывает примерно. Из-за амнезии он что-то вспоминает или забывает, что когда-то очень давно слышал или не знает. Тебе нельзя, Монатаро. Помогать участникам запрещено. Мы маскоты и должны следовать этому правилу. Срать на правила? Я хочу всем помочь. Хочу отомстить за мамочку. Мамочку? Ты про нее? Нет, Монатаро, ты забыл. Ты забыл, что она не наша мать. Ей, ты забыл кое-чем важном. Которого как раз должен защищать. Заткни... Да твою мать, да что ж такое-то, а? Заткнись, свинья. Я занят отомщением за мамочку. О, ты жаль. Похоже, наконец. Я люблю тебя, но... Не есть тот, кого я обязан уберечь. Прощай. Да-да, пока. Так, теперь дальше что? Ладушки, давайте постараемся. Команда. Команда? Если хочешь, пусть помогает. Если хочет, пусть помогает. Мне как-то плевать. Так-то оно так, но... Спасибо, ради мамочки я сделаю все, что угодно. Погодите, нам, наверное, стоит... Ради своей мертвой мамочки он совсем не жаляет силу. Я так трогаю. Ладно, не похоже, что мой голос что-то решает. Оставлю тогда компьютер на тебя. Славненько, я сейчас же начну анализ. А нам, че? А? Ты просто ненавидишь клавиатуру, да? Дурацкие клавки. Этому задрипанному металлолому не устоять моими лапами. О, он стучит по клавишам с такой скоростью, что из-за трения возник огонь. Бум. Нет. Я уже кое-что выцепила. Уже? Ожогли на пальцах. Текстовый файл совпадает с оригиналом. Не похоже, что его редактировали. И еще, я нашел вот что. Эллилит, как сводка о том, кто когда входил, он входил из программы. О. А покрупнее можете сделать чуть-чуть? Этот файл тоже никто не трогал. Все данные достоверные. Покажи-ка мне. Да, поближе сделайте. А тут, а можно как-то пролистать выше-ниже? Ну что, вот Химико, Цумуги, Кайту, Киба, Вище, Вход, Маки, Вход, Кокичи, Гонна, Вход, Миу, Вход. Так, она последняя зашла еще с разницей в 4 минуты. И остальные вышли. Ой, Кайта, Выход. Потом все остальные. Ну да, Кайта один, кто так быстро вышел. Но это хрень, мне кажется, ее отравили. И правда, сюда внесены данные по времени входа и выхода каждого из нас. Все, кроме Миу, все, кроме Миу, зашли и вышли однажды. Ну, кроме еще Кайта. Тогда можно смело утверждать, что никто не шастал туда-обратно тайком. Подожди, Миу, Миу, Миу. А когда она вышла? Что-то я не вижу Миу-выход. Хм, больше всего меня беспокоит Кайта, который вышел задолго до остальных. Нет, это не мог быть он. К слову, я заметил кое-что еще, пока анализировал программу. Похоже, некоторые ее аспекты переработали. Саму программу? Ой, так Миу там что-то изменила. Вот же она выкинула. А ну так, чего конкретно было сделано? Какие файлы она перелопатила? Я это выясню через некоторое время. А ну, ты главное до классного суда успей. А то Шуичи не может отомстить за Миу. Хоть бы думал, что говорить. Отлично, пришло время мне выбить все дерьмо из этой программы. Да, до тебя можно положиться. Да же он надежнее, чем ты. Ну, делай, че стоишь. Че втыкаешь? Привет, я вижу, что работа идет полным ходом, но хочу еще раз пройтись по информации о программе. А тебе нужен компьютер? Вперед! Так, для начала. Какую информацию о программе содержал текстовый файл? Если верить файлу, симулятор убийственной игры основан на программе нового мира. В симуляторе объекты не ломается. Пять основных чувств связаны с аватаром, но его нельзя повредить. Весь урон, нанесенный аватару, передается телу в реальном мире. Миу сказала нам обо всем этом. Если аватар получит смертельное повреждение, то реальное тело умрет от шоки. В общем, критическое ранение в виртуальном мире смертельное в реальности. А вот об этом Миу умолчала. Она не могла просто забыть о подобном. Ой, это было самое первое убийство в первой части, да? Когда пришла... А, я уже не помню. Она была очень короткое время. Синяя Власка. И пыталась убить нашего главного наггетса. Вот этого вот. Но пришел бейсболист, она пыталась убить бейсболист, но он бейсболист убил ее. Не хотите ли сказать, что здесь та же самая ситуация? Закон физики соответствует реальному миру. Телепортов и прочих быстрых способов передвижения не существует. Перемешаться, возможно, только с помощью аватара. Это все, что написано в файле. Еще одна интересная улика. Протокол входа-выхода обнаруженным анатаром. Там записано время передвижений каждого из нас. Не считай погибшей Мио. Все вошли и вышли одиннажды. Тайком никто никуда не выходил. Это значит... Кайта, он вернулся самым первым. Нет, не может быть убийцей. Также в саму программу внесли коррективы. Но о них нам расскажет монотару. Когда закончат, остается только ждать. Да, что делать-то? А что ты тут хочешь изучить? С тобой мы говорили, с тобой говорили, с Маки говорили. С тобой говорили. Остается только Цумуги, Гонта и Химика. Давай, Гонта, я не знаю. Видимо, надо просто время потратить. Гонта, ты в порядке? Все еще грустишь и за Мио? Ну же, не будь таким сопряжуемым. Кстати, Гонта, только в обморок не падай, окей? Мне интересно твое мнение. Как думаешь, кто убийца? Гонта не знать, когда Гонта проснулся, убийство уже произойдет. Но почему так? А почему Мио умереть? А Гонта не понимать. А Гонта ничего не понимать. И Гонта так расстроен. А Гонта не сможет защитить Мио. Боже, у него полный бардак в голове. С таким Гонтой разговоры еще бесполезнее. Это правда. Гонта, Гонти, Гонти. Гонта. тут побольше чем твоей согласись так что соберись и помогай ладно он то постараться найти убийцу в этот раз вот а выложиться на полную а вот так бы сразу что ничего подвадривает никак не пойму что у него в голове намекает чтоб я еще раз кайта поговорил типа отчет так рано вышел но он уже об этом говорил но тут я заметил некоторые тексты по два раза обсуждать насчет выхода из программы я сам ничего не понимаю я искал тайну внешнего мира на крыше тут передо мной появился круг меня выкинуло из него остальные еще торчали с вами разбудила объявление не знаю было без внимания шучу я повторяю забудьте от предвзятости ясно да это тоже было уже ничего нового не сказал что что-то упускаю шлемы вермы уже смотри папа небольшой пузырек папа на сиденье что-то есть это маленький пузырек кажется я его уже где-то видел это твое дашь и чем мое ну не совсем то я просто из своей лаборатории а точно этот пузырек из лаборатории абсолютного детектива ага видимо из того шкафа и убийцы наверное убийство было не сделано под миу специально это скорее все какая-то мазь которую налили на сами очки очки это впитали когда надела на голову она же прижала шлем и вот это вот он мягкая сжалась и это мокрая впиталась ей в кожу и она умерла какие че так ты в курсе они должны мы все-таки на убийственной игре конечно я смотрел твою лабораторию а когда дело доходит до ловушек и ядов так я вообще первый эксперт это как-то нет я не собирался ими пользоваться просто готовился к тому что это мог сделать кто-то еще правда ли это кстати ты уже видела этикетку на задней стороне пузырька этикетку господи ты реально не проверил этикетку она статалебезно предупреждает что яд смертелен а есть не смертельные яды при смешивании с другими веществами он нейтрализуется она без примесей этот малыш ликвидирует кого угодно один глоток и все капли-то откинуты значит все что требовалось убийцы это открыть жертвирот для убийства кого-то находящегося симуляции лучше методы не придумаешь опять же опять яд можно же было подойти у так просто ножичком и все а надо бы сделать и все славу стоит упомянуть симптомы отравления этим ядом он способствует взрывы сосудов падая конъюнктивой глаза и белок становится кроваво-красным красные глаза это важная информация зомби а ладно с ядом закончили а ну как не так уж ей плохо правда а может наконец признаешь меня своим партнером ты же говорил что лет тебя такое не интересует разве иногда я вру даже не задумываясь да ладно поехали так кто принес этот яд думаешь это дело рук убийцы кто принес яд пока нельзя сказать точно позже это не место к кичи разве это по моему сиденья к кичи почему гонку убрали так далеко вообще чтоб не видеть его но лежала на месте одного конкретного человека это точно стоит подметить да ладно к кичи все-таки убийца вот и хочешь сказать что ты так воспалился тупо да так ну учитывая что такую мелкую деталь не увидел может еще что-то он сказал даст нам знать да когда сделает компьютер ну давай попробуем еще еще раз привет я вижу работа идет полным ходом хочу спросить я нужен компьютер понятно тот же самый текст да 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 это мы все только что прочитали тогда тогда давай шуич с кичи наверное поговорим правильно это ж на его сиденье яд еще издеваешься если верить указанному файл монакомо время смерти моя убила убита так это было вот кичи ненавижу когда вдруг напротив друга стоят эти вещи и ты не видишь в какую область именно нажимать вошли если жмешь на персонажа это бессмысленно у него есть какой-то небольшой отрезок куда надо попадать и тут никак не обозначена куда ты можешь вообще поверить что монатару теперь на нашей стороне а все ради его высокой мамочки я так трону что не могу перестать плакать монака вы так ее любили я никогда не прошу того кто убил view но это ты убил него господи с кем еще из вас поговорить надо цумуги осталось и ты давай химика у меня и мыслях не было что мило могли убить когда я увидела ее аватар и он не двигался мне показалось может точно а ты выходит видела как виртуальная мило остолбенела да мы скибой маки нашли не аватар а можешь рассказать побольше например какие-нибудь подробности мы искали тайна внешнего мира в часовне обе убить тоже разве нет нет мило вызвалось осмотреть окрестности так что я не была с нами мило настояла на поисках снаружи мы искали на ничего не добились а потом когда уже порядком подустали у у меня есть вариант но он очень пошли но хотя для этой игры подходит а что если а мило пошла чтобы встретиться с любовником и тогда каким-то образом так получилось что она в какой-то момент осталась с открытым ртом типа сделала с открытым ртом и он в этот момент и типа у так вот стоит но там же не видно завис он или нет он быстро снял очки такой подбежал а тогда бы аватар исчезла и залил его рот я а тогда кто-то за этим подсматривал такой это мой шанс быстренько побежал вывели яда но да это тоже тупость потому что тут не показано что он выходил а он не отключил сознание он все еще был в очках но сознание то нет ну тоже бред ладно я надеюсь тут не будет сюжетных тыра это как-то логично будет мы искали ночью не добились а потом когда уже порядком подустали с улицы неожиданно донесся громкий звук скорее всего тот же что слышал я что-то сильно ударилась со стенку часовни мы даже внутри удар почувствовали полагаю что-то влетела в стену часовни мы пробежали на улицу обнаружили аватар миу и после этого вы решили выйти из системы чтобы проверить ее настоящее тело да на только вот когда подошли к реке мостом почему-то не было и пока мы стояли и думали что делать подоспели вы ясно спасибо она сумму где расскажет что за окном видела миу точно ого твою мать шо ж такое на автомате уже просто жму звучал супер-пупер важно особенно та часть про реку ведь если не пересечь ее то от часовник особняку не попасть верно швичи на так круг людей способных убить миу значительно сокращается если все так обстоит значит убить ее мог лишь кто-то из группы обыскивающих часовню это убил к кичину пытается подставить меня что ли события в часовне он специально так делает смотрит какие улики и подталкивает к тому что это могла сделать узкая группа людей в которую вхожу я и там какой-нибудь второй человек но второй человек окажется у него было алиби и все таки но остаешься только ты таки 4 согласился с предыдущими ульками он такой очень такое и опять мы пришли к худшему исходу я сразу почуяла дилатное еще тогда когда мил привиделась мне за окном столовой а ты видела мил да я сказала шуич об этом в общем в столовой есть небольшой окно и где-то 10 минут назад я решила в него немного посмотреть и кажется я видела мил а вот он значит как я сразу подумал что ошиблась ведь мне казалось что она должна быть возле часов а думаю твой мозг просто подсознательно пытается снять себя всю вину а ведь если бы тебе не просто показалось а то значит ты могла бы предотвратить ее смерть улавливаешь а все это лишь твой дом слегка кичи а ты судишь на основе уже случившихся событий ой а что там это шлят темы а в общем я хотел спросить а что ты сделала после того как тебе привиделась мил списал это на мое воображение они ли меня никак не покидала так что минут через десять я рассказала шуичи пока мы советовались лишь опять подталкивает что и тут замешан шуича бам а чего что это был за звук а звук был такой будто что-то сильно ударили вроде бы доносился снаружи но громкий звук заставил нас выбежать в коридор пойдем наружу и проверим о нет что этого голоски боя а разве он не в часовне торчалки да но мы смогли уверенно что кричал он и услышать нам его удалось находить в коридоре санка что странно а ведь не могли же звуки с часом не долететь а что да а даже мил говорил об этом все еще настаиваю что кара правый край мира это входишь и выходишь с левого наконец посредине неё вы ничего не услышите и не увидите а все понял я ну все равно он мог туда зайти такой у ю зашу и вернулся звук ведь не мог преодолеть точку за в русской карты как мы услышали голос киба услышали в реальной жизни как он мог если еще собака из самой часовни вот буквально вчера смотрел серию американского папаши как раз самое последнее что вышло там тоже были в ярочках точно такая же ситуация и когда были в ярочках и были в виртуальной реальности они чувствовали как стенд пердит в реальной жизни соответственно и здесь они могли в реальной жизни услышать какие-то звуки и подумать что они в игре а может только подавляет кстати какие чё а ты слышал тот громкий звук или голос киба нет и напоминает такого наверное я слишком увлекли поиски а ну тогда как гон ты не слышал а в как раз таки слышали только те кто с этой стороны сидели какие части сана врет а вот тут сидел я сумуки какие че и кто еще кайта наверное но кайта в этот момент вышел какие чем врет поэтому только мы вдвоем слышали в реальной жизни а остальные не слышали потому что они далеко сидели в другом конце комнаты ну и киба не очень-то громко закричал хватило чтобы эти услышали а те даже не разрушили брехня кайта ай кайта опять перебиваешь а я что так тебе нравится да кому ты можешь понравиться придурок я здесь за показаниями шуича за моими показаниями вы сумуки смогли каким-то образом услышать голос киба есть у этого какие-нибудь подробности у меня особо нечего добавить после этого мы просто решили пойти в часовне чтобы разъяснить ситуацию а на выходе из особняка встретили бланту и пошли к реке уже втроем там пересекли все скотичи а моя смекалка привела нас к табличке мастику но откуда такой интерес что-то заприметил похоже что нет а ты так стараешься неужели наконец решил играть по правилам кайта захлопнись так и сейчас должен мелкие сказать уже да 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 похоже здесь я исследовал все что мог как я и сказал и сейчас он а ну что закончил осматривать место преступления уже нашел виновника м нет место преступления может и не здесь вовсе до ранения получены в виртуальном мире могут оказаться смертельными в реальности значит есть вероятность того что мы могли убить симуляторе следовательно нашим следующим пунктом назначения станет аль виртуальный мир нам стоит наведаться туда еще разок а мысли прочитал да да а ведь прочитал же да раз так то я с вами а вот блин и он увязался кайта попробуй вы уже хоть секунду обо мне не думать говори что хочешь я не собираюсь тратить на тебя все свое время в виртуальный мир мы точно найдем новые улики с ними я в два счета верну себе доброе имя могу я к вам присоединиться я тоже считаю что будет полезно исследовать виртуальный мир трудно так может пойдем все вместе значит я снова верность тела своего аватара так тебе она все-таки понравилось я останусь здесь анализ программы еще не закончен угон то лучше осмотреть это место сейчас не время спать а тогда я даже остаюсь что удивлен будешь скачать без своего партнера он хочет проследить какие уве увелики остались потому что в виртуальном мире знает что улик нет и этот все же я хотел сказать то явно что-то умное хотел сказать другого я просто не говорю но я не помню что так то что на этом все можешь подписаться на канал чтобы не присоединить следующую серию и скоро увидимся